Осень по календарю наступила всего лишь несколько дней назад. А для жителей одного из дворов по улице Победы слякать под ногами обычное явление практически в любое время года. Стоит пойти дождю и к домам не подойти, не подъехать. Мешают огромные лужи. Стоит ли жильцам запастись плавсредствами? Или все же есть надежда передвигаться по асфальту? Выясняла наша съемочная группа. Тонуть по пути к дому жители этого двора стали три года назад. Дороги здесь толком никогда и не было, говорят люди. Но несколько лет назад ситуация стала по-настоящему критичной. Не войти, не выйти из подъезда в без происшествия они не могут. Мешает огромная лужа. Таких стихийных болот во дворе по улице Победы много. Впрочем, и дорога к самому двору тоже напоминает настоящее испытание. Даже в резиновых сапогах пройти по ней решится не каждый. Очень плохо приходится, во-первых, с ребенком. В прошлом году я гуляла с коляской, в этом году с велосипедом. Невозможно пройти, приходится обходить большой круг через школьный, чтобы попасть на Пролетарскую улицу. Для жителей этого двора дорога самое больное место. Даже в сухую погоду проехать по таким болотам удовольствие сомнительное. Не дождавшись помощи от властей, люди своими силами неоднократно пытались засыпать самые проблемные участки. В первое время как-то еще могли сами немножечко подравнивать дорогу, выправлять как-то. Но сейчас она уже в таком состоянии, что требует она уже капитального ремонта. В общем, вроде бы и микрорайон, 90 квартир, 5 домов заброшены. В этом году в городе начался ремонт дорог у дворах многоэтажных домов. Почти 10 миллионов пошли на реконструкцию асфальта во дворах по улице Пушкина, Маяковского, Куйбышева. Областная программа совершенствования сети автомобильных дорог будет действовать до 2015 года. Так что шанс получить хорошее дорожное покрытие есть и у жителей этого двора по улице Победы. На следующий год нам тоже будут выделять, по крайней мере, обещали деньги на эти же работы. И будем двигаться дальше. Будем делать основные проблемные, самые такие дворы. Знаем, какие дворы в Арженьке, какие дворы на Победе, знаем, какие дворы в микрорайоне Мальщина. Поэтому все они будут включены. По мере выделения денежных средств будут производиться ремонты. Пока же чиновники советуют людям набраться терпения и ждать, когда же по двору можно будет пройти и проехать без риска увязнуть в очередной луже. Евгения Конобеевская, Сергей Домахин. Новости ТВ Рассказово. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова